Привет, Дарь! Это видео сделано специально для тебя, потому что тебе сегодня стукнуло 20 лет, и я бы хотела сказать пару слов из прошлого. Мы с тобой прекрасно знаем, что у тебя вечно не хватает памяти на ноутбуке, поэтому это видео я решила загрузить специально на канал. Этот момент настал, тебе действительно стукнуло 20 лет. Объясню, почему именно, зачем, ради чего вообще это видео, если вы смотрите вообще это видео, да? Зачем вы это смотрите? Ну ладно, вставайте. Мы с вами поговорим, и вы чуточку ближе меня узнаете. Я безумно боюсь цифру 20 лет. Вот правда, я безумно боюсь. Потому что психологически 20 лет это огромная цифра, это как будто прям уже взрослый человек. А смотрю на себя и понимаю, что я недалеко ушла, и от 15 это лет я очень боялась, когда мне наступит 20 лет. Я не знаю почему, наверное, у меня был такой стереотип, потому что если тебе стукнуло 20 лет, то все, сразу там семья, дом, работа, собака и все. Как будто, когда тебе исполнилось 20 лет, сразу же нависла вот эта взрослая жизнь, чего я безумно боюсь. Потому что когда мне уже стукнуло 19 лет, я в таком, я боюсь вот именно этой цифры. Я начала всех своих друзей, знакомых, приятелей спрашивать, кому уже больше 20, как ты с этим справилась. Нужно с этим смириться. Мы все прекрасно знаем, когда чем старше ты становишься, тем быстрее время летит. И это действительно так. Я не успеваю думать, что мне приготовить, а уже конец недели. Поэтому это видео, наверное, больше диалог с самой собой. Если вы хотите посмотреть на меня настоящую, потому что я не даю вам повода посмотреть на мою личную жизнь, на настоящую меня, потому что всегда вожу себя в рамки. И это, наверное, минус, потому что я не могу сама же раскрыться у себя на канале. Я никогда не умела прислушиваться к самой себе. Наверное, именно поэтому, чтобы не возникал внутренний разговор, я всегда нахожусь в обществе людей. Чтобы мои мысли не закрались мне в голову и я не начала думать о том, что надо прислушиваться к самой себе. Как бы это пафосно не звучало, но я действительно резко поздрослела за этот год. Стала более самостоятельной, еще более ответственной. Ну, всегда, конечно, ответственной, но все же. Но в тебе до сих пор сохранились эти любимые нотки раздолбайства. Но также не забываем про доброту и отзывчивость. Кстати, про отзывчивость. Ты всегда мягкая и всегда готова всем помочь и не умеешь говорить нет. Поэтому многие вещи ты делаешь в ущерб себе и потом за это еще получаешь люлей. Но до тебя наконец-то стало доходить, что многие используют тебя и твои силы. И ты медленно, но верно учишься выбирать из всего нужные приоритеты. Дарь, ты правда потрясающий и добрый человек. И ты действительно очень много хорошего и нужного превзносишь в этот мир. Например, твои видеоразборы для укулеле помогают сотне людям. Наверное, потому что ты умеешь доступно и понятно объяснять. Но и не зря же ты проучилась 4 года на учителя музыки. И даже моменты жизни колледжа людям нравятся. И они, наверное, понимают, что даже обычная вот эта рутина, что учеба, каждый день на учебу может быть как праздник. И каждый день что-то новое. Ну, по крайней мере, я бы со стороны так увидела. Ну, а сейчас ты начала поднимать тему экологии, что безумно важно для нашей планеты. Хоть многие тебе говорят, что ты одна ничего не сможешь изменить. Мы-то прекрасно с тобой знаем, что с одной капли начинается целый океан. Сейчас в твоей жизни настает важный и тяжелый момент, потому что ты заканчиваешь учиться в колледже, а ты до сих пор не знаешь, куда пойти учиться дальше, кем вообще быть. Ведь у тебя есть очень много увлечений, но на что именно сделать акцент и развивать, ты пока еще не знаешь. Но это пока. За тобой действительно очень интересно наблюдать, когда ты находишь в себе новые увлечения, и у тебя горят глаза, когда ты об этом рассказываешь всему миру. Это правда забавно. Это действительно круто. Самая, наверное, наша с тобой главная проблема, то, что ты не умеешь отдыхать. И как говорит наша с тобой Мамулета, это все у тебя от отца. Я не могу сказать, что я работаю 24 на 7 постоянно. Нет, ну хотя бы 22 на 7. И вот моя любимая вот эта вся работоспособность. И думаю, как же я вот лишний час могу полежать. Нет, мне нужно что-то сделать. И потом вот эта вся работоспособность дает о себе знать. Потому что я начинаю болеть. И когда я начинаю болеть, думаю, ага, вот, Дарья, я так и знала, что ты перетрудилась. Даже когда я уставшая ложусь спать, я очень долго думаю, придумываю какие-то вещи или пути решения проблем. Поэтому у тебя уже куча заметок в телефоне. И самая главная проблема, что всего, чего ты достигла, ты достигаешь своим трудом. Мне никогда не дается что-то легко. Чтобы достичь какого-то результата, даже быть самым минимальным, мне нужно приложить, и тебе в будущем придется приложить максимально усилий. Потому что ты человек дела. Есть, конечно, люди, которым фартит. Что-то там коля-моля сдали и получили пять. Нет же, даже со времен школы мне нужно было сделать всю домашку. Мне нужно было все выучить, чтобы мне получить пять. Свою заслуженную, своим трудом и потом заслуженную пять. И это, наверное, делает из тебя человека закалки. Потому что, чтобы добиться чего-то, ты идешь как танк. И ты уверена в этом, потому что ты приложила очень много усилий. И все эти действия делают тебя упрямого человека закалки. Ну или это все из-за того, что я по гороскопу Овин. В общем, пора заквадративаться. Что хотелось бы добавить в конце. Ты правда добьешься большого успеха. Я действительно верю в это. Ну а теперь все дела, которые я начала, тебе придется закончить за 19-летнюю Дарю. Но это видео подходит к концу. Ну а теперь я попрощаюсь, как будто я снимаю СМР. Пока. СМР.